Всем привет! Недавно у нас на канале был обзор про данную самую мощную модель линейки бренда. Сегодня же будем рассказывать про новинку. В глаза бросается совершенно другой конструкции рукоятка. Похоже, такие же будут ставить и на другие обновленные модели. Также яркое отличие данной модели это возможность штурвалом регулировать точную глубину сверления. Более детально все сейчас посмотрим. Всем приятного просмотра! Поставляется вот такой упаковки. Смотрим примерные размеры, ширину, высоту и глубину. На упаковке также можем видеть все технические моменты прибора. Мощность 800 Вт, возможность регулировки оборотов от 600 до 2800 в минуту, максимальный диаметр захвата инструмента 13 мм, глубина сверления максимум 60 мм, ну и рабочий радиус 128 мм. И судя по упаковке, можно догадаться, что сверлить может не только дерево. Очень даже все неплохо упаковано. Первым делом смотрим на данную ручку. Изнутри можем видеть ребра жесткости для придания большей прочности. В целом все сделано очень аккуратно. Для большего комфорта в работе смотрим также прорезинные участки. Это все-таки куда приятнее держать, чем просто эбонитовый шарик и резьба сечения 8 мм. Длина порядка 20 см. Небольшая инструкция, где также можем видеть все основные технические параметры. В том числе и вид технологической сборки. Ну и такие инструменты и расходные материалы. Достаточно тяжелые чугунные основания. Смотрим размеры стола, длину, ширину и также размеры посадочных проемов. Ну и примерная высота. Общая длина порядка 28 см. Ну и стоит отметить отличное качество обработки плоскости. И остальная часть идет в таком собранном виде. Две крепежные элементы регулируют натяг перемещения головы. Или же позволяют жестко зафиксировать. Диаметр трубы 32 мм. На основании также видим чугунный фланец. Видим сечение трубы. Также установочные и посадочные диаметры. Крышка крепится на 4 винта. Здесь можем видеть, как производится перемещение головы. Идет скольжение, ластохвост. И с помощью данных регулировок можно настраивать натяг. Тем самым устраняя люфт и впоследствии вибрацию. Перемещение производится с помощью зубчатой рейки. И пружины для подъема головы. Ну и двигатель коллекторный. И большой плюс для замены щеток. Не придется разбирать двигатель. Что касается щели, то здесь, как видим, практически все отлично подогнано. Включение и отключение производится с помощью данного тумблера. Ну и справа возможность регулировать обороты. Здесь все, как видим, в масле. Сверху крепление идет с помощью такого кронштейна. Это скорее для поддержки. А в передней части сопрягаемые узлы, видим, имеет более надежное крепление. И возвратные пружины, их здесь два. Соответственно, все надежно и механизм перемещения не зависает. Здесь мы можем видеть ограничения по железу максимум 8 мм. И диаметр по дереву максимум 30 мм. Маркировка здесь видна 6002. Крепление штанги производится с помощью четырех винтов. Данные тиски не совпадают с посадочные и крепежные места. Первое включение. Биение визуально практически не видно. И на холостом ходу ток потребления порядка 1 А. И мощность примерно 250 Вт. А с увеличением оборотов увеличивается ток потребления почти в два раза. Продуманная конструкция двигателя разбирается, собирается легко. Надежный, а главное, точный контроль перемещения головы. И отличная работа возвратного механизма. Смотрим, как работает шкала контроля глубины. Для этого сперва на штативе жестко фиксируем стопорный кронштейн. Далее регулируем натяг перемещения головы. Таким образом, чтобы и не было люфта. В то же время и чтобы голова могла перемещаться. И теперь с помощью штурвала можно контролировать точную глубину сверления. Кому интересно взглянуть на начинку. Видим, все в смазке. Идет зубчатая передача перпендикулярными коническими шестеренками. Ну и на обратной стороне, как выглядит весь процесс перемещения головы. Будем проверять на точность биения с помощью такого высококачественного советского индикатора. Устанавливаем индикатор соответствующим образом. И как видим, прекрасный результат. Биение всего на 3-4 деления. И с помощью данного столика уже можно регулировать перемещение сразу всех трех осей. И более точно контролировать процесс обработки. Дерево смотрим, сверлить в легкую. И крутящего момента здесь более чем достаточно. Температура после эксплуатации 10-15 минут времени еле превышает 30 градусов по Цельсию. Это при том, что станок еще не обкатанный. Теперь пробуем и здесь. Будем пробовать сразу на 6 миллиметров. Думаю, неплохо для такой толщины. Ну и как видим, спокойно держит крутящий момент. Сверлится без каких-либо проблем, вибраций и так далее. Все, разумеется, зависит от заточки режущего инструмента, от качества инструмента. В общем, режет как по маслу. Для тех, кому хочется десяткой по железу, все-таки не стал бы рекомендовать. Хотя, эта модель, как видим, прекрасно справляется и с данным диаметром. Потому что он создает реально большие нагрузки. И на столь высоко вытянутой голове очень быстро смогут вывести станок из строя. Ну и теперь попробуем, насколько меняется потребление тока при изменении нагрузки. Это с деревом. С железкой нагрузка куда больше. Соответственно, ток потребления будет тоже еще лучше. И кто-то задавался вопросом на нашем канале. Про то, что отверстия не круглые, а треугольные. Из прошлого видеоролика. Так, там все зависит от того, как заточено сверло. А так, в новой модели, за счет более крупного сечения стойки штатива, чувствуется более высокая прочность при работе с более крупного сечения сверлами. Здесь, скорее, камера не может передавать правильную картину. Но, судя по окружности, вроде здесь все круглое. Хотя, опять же, все меняется под разным ракурсом. Но, и еще были такие вопросы касательно обзора. Здесь, конечно, может быть, для полного обзора мешает эта часть. Но, опять же, смотреть под каким углом. А в этой модели видим практически отличная обзорность. Нигде ничего не закрывает. Ну и рабочая дистанция примерно 11 сантиметров. Еще хочу показать, как идет работа с тонкими сверлами. И, как видим, результат также отличный. В общем, складывается общее отличное впечатление от пользования. Из недостатков можно отнести маленький диаметр трубы. Ну и длина штанги здесь есть смысл. Из 50 сантиметров убрать хотя бы 15. И стойку сделать из цельного путка. Тогда реально поднимется жесткость. И для тех, кому важно сверлить габаритные вещи, заготовка сюда залезает немного меньше 30 сантиметров. И для тех, кому сверлить габаритные вещи, то в данном случае есть смысл повернуть голову. И таким образом здесь теряется ограничение по рабочей осевой дистанции. В том числе и ограничение по высоте. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok